Привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Начинаем очередной влог, просто домашний. Буду убираться у себя в шкафу, разбирать косметику, протру полки. Вообще, просто будет влог про домашнюю уборку. Я поняла, что я хочу все-таки себе вот такой вот шкафчик. И хочу я его уже очень-очень давно, наверное, лет 5. И я всегда думала, блин, выйду замуж и куплю. А сейчас я думаю, а что мне мешает купить сейчас, и когда я выйду замуж, я его просто возьму с собой. Всего-то навсего делов. На самом деле, сейчас глобальные расходы у меня. Просто нужно квартиру быстренько просто все закончить с квартиры и ее сдать, чтобы она уже приносила мне дивиденды. Это очень важно, это нужно сделать как можно скорее. Еще у нас дома, скорее всего, в ближайшее время крякнет холодильник. Нужно купить новый холодильник. Поэтому, не знаю, уложусь я именно в этот месяц или, возможно, ближе к осени закажу себе. К сожалению, у нас нету Икеи. И поэтому вот эту вот красоту мне придется делать на заказ. На заказ, как вы понимаете, все делается намного дороже. Я так понимаю, где-то это мне обойдется приблизительно 10 тысяч. Ну, я так думаю. Посмотрим. Еще надо прицениться, посмотреть, где что, сколько стоит. А пока что косметика у меня лежит в комоде и много всего валяется по квартире. Поэтому места катастрофически не хватает и все это дело надо организовать. Кстати, я должна похвастаться, но как же без этого? Наконец-то! Долгий год работы над этой палеткой. И здесь уже не осталось ровным счетом ничего. Последний оттенок вот этот вот. Его осталось совсем капельку. Я его переспрессовала в другую палеточку, которую сейчас буду использовать. Но этот оттенок тоже я буду добивать до конца. У меня прям фетиш. Я обожаю, когда косметика заканчивается прям до конца. И еще у меня закончилась вот такая вот подводка от Golden Rose. И по традиции эти два средства отправляются в вот эту коробку с пустыми баночками. Все это дело я храню. И в конце года буду снимать для вас пустые баночки декоративной косметики. Посмотрите, сколько всего здесь уже есть. А на место этих средств, на моей косметичке, я взяла новый Golden Rose eyeliner. Это то же самое, что и было. И я его не покупала, он у меня был в запасах. И вот такая вот палетка от Makeup Revolution, которую я использую на самом деле. Просто хочу до конца года добить, если получится. Вот этого оттенка уже нету. Здесь тоже дырочка, здесь дырочка и здесь. Не уверена, что закончу, но буду стараться. А вот что у нас делает Кайфарик. После кастрации он стал такой ласковый, девочки. Такой спокойный. Это прям нечто. Мне иногда кажется, что он умер, я подхожу к нему. Все в порядке, братан. Он говорит, нормально, все, Айка, все отлично. Я просто лежу, балдею. Я говорю, ну ладно тогда. Обращайся, если что. Короче, у нас с вами вот такой вот фронт работы. Все это надо вынуть, протереть, разложить по местам, сделать такой порядок. Я уже запаслась влажными салфетками. Их здесь немного, но я думала, хватит. Вы знаете, что я поняла? Оказывается, у меня много кейсов для телефона, но я хожу с одним и тем же. У меня еще один на подоконнике в гостиной лежит, который ни разу я не носила. А тут у меня целая вот такая коллекция. Этот, кстати, с Алиэкспресс, он просто ужасный. Посмотрите, как он испачкался, хотя я старалась максимально аккуратно им пользоваться. Вообще, минусы чехлов с Алиэкспресс как раз-таки заключаются в том, что они очень быстро пачкаются, и это нифига не отмывается. Что касается вот этого зеленого, он, конечно, тоже испачкался, но это произошло в процессе того, как я маму красила. То есть, это краска для волос, и, понятное дело, она не смывается. А так, вот эти силиконовые чехлы, которые именно в такой упаковке продаются, вот, например, этот желтый, сколько я его не носила, он нифига не пачкается. Хотя он немножко испачканный, но если вы делаете вот так вот, он отмывается офигенно. Что не могу сказать про чехлы именно с Китая. Они какие-то некачественные. А еще у меня есть вот такой. Заказывала тоже на Али, ни разу не носила. Если честно, мне кажется, они не очень защищают телефон, разве что от царапин. А вот эти вот чехлы, такие мягкие, пружинистые, они прям хорошо помогают вашему телефону от всяких падений. А я человек неаккуратный, у меня вечно все валится из рук. А это прям самая тупая покупка. Я купила этот чехол в магазине, где купила телефон. Подумала, не выйду же я из магазина без чехла. Там просто ни один мне не понравился. Самый бюджетный был этот, и я его взяла. И он просто лежит у меня в шкафу и желтеет. Но ничего, для разнообразия пусть будет вот так вот. Мило, да? А это все аккуратненько берем и сюда. Будем все это аккуратненько протирать. Хайлайтеры, бронзеры, чего только у меня нет. Ну все, вот столько всего у меня есть. Мне кажется, не так много, если сравнивать, например, с позапрошлым годом. Косметики стало намного меньше. И я думаю, до конца этого года, если я буду добивать, возможно, еще процентов 20 исчезнет и уйдет в пустые баночки. Просто гляньте, сколько у меня блестков для ногтей. И каждый раз, когда я делаю себе новые ноготочки, я просто забываю про их существование. Мне кажется, до пенсии мне их хватит. Надо их переместить куда-то, чтобы они были под рукой. А то я так забываю про них. Хотя это не блестки, это тени. Субтитры подогнал «Симон» Я постаралась, насколько возможно, отмыть этот ящик. На самом деле, здесь есть пятна, которые не отмываются. Я думаю, что в дальнейшем, когда мы будем выбирать обои, надо купить сюда самоклеющуюся пленку. Я ее видела в магазинах. И стоит она недорого. Мне кажется, очень аккуратно и красиво будет смотреться. Можно взять белую и просто заклеить. А пока что этого всего нет. Я просто взяла листы А4 и постелила. До этого было то же самое. Кладем так же, как и было. Здесь у меня румяшки, бронзеры и хайлайтеры. Здесь раньше лежали тональные основы. Но я сейчас поместила здесь тени, румяшки и немножко палеток. Тональные и пудры, которые у меня в запасе. Все остальное у меня лежит в косметичке на месяц. Помады. Палетки теней. Сюда же мои хайлайтеры от Revolution. Палетки всевозможные. Бальзамы для губ. А для чехлов идеальный уголочек. Вот он. Все видно. Хотя я их не особо часто меняю. Но все же. Смотрится очень красиво, аккуратненько. Осталось организовать вот этот уголочек. К сожалению, я не нашла места лучше для этих блестков. Поэтому они направляются тоже сюда. И здесь у нас остается немножко пространства. Здесь и вот здесь. Это тоже надо заполнить. Крем для тела, который мне подарила моя подписчица Зуля. Использую. Поэтому под рукой. Сюда. Моя визитница. И здесь остается немного пространства для пары жвачек. Которые тоже должны быть у меня под рукой. Вот так. Готово. С первым закончили. Теперь второе. Посмотрите, какой здесь бардак. Хочу вообще все переделать. И парфюмы, которые обычно у меня на полке, они ужасно пылятся. Тем более сейчас лето. У нас окно открыто. Я думаю, надо все это протереть. И подальше от пыли. Освободила я еще. Как видите, здесь тоже у меня листы А4. Потому что здесь грязно. Надо самоклеящую ленту сюда. Так, я протерла все ароматы. И вы знаете, это у меня заняло достаточно много времени. Я начала слушать ароматы, так скажем. И каждый аромат у меня ассоциируется с чем-либо. И это очень-очень круто, когда у тебя много ароматов. И ты какой-то промежуток своей жизни пользуешься каким-то особым ароматом. Например, вот этим. На последних курсах я пользовалась именно им. И это прям такая ностальгия, когда начинаешь все это слушать. Конечно, намного красивее, когда они лежат на полке. Но, к сожалению, в таком случае хотя бы в неделю один раз нужно их протирать. Крышки и все дела. А здесь две крышки у меня потерялись. Точнее, это потерялось. Это Dolce & Gabbana. И это Faberlic или Ariflame. Я ее использую, крышку, как микрофон. Подставку под микрофон, точнее. Конечно, сейчас это максимально глупо прозвучит с уст молодой девушки. Но иногда в моей голове бывают такие мысли. А вдруг, например, не дай бог, конечно, мне очень нравится жизнь. Я люблю жизнь. Я хочу жить долго. Ну, просто представьте ситуацию, что вдруг меня не стало. Это оно, к примеру. И мне всегда интересно, куда денутся мои вещи, моя косметика. Я же такой хомяк. Я все собираю, покупаю. У меня до хрена просто всего. И иногда, когда я думаю, блин, например, вот я умерла, к примеру. Мои вещи где-то валяются. Моя одежда станет напольной тряпкой для кого-то. И мне будет безумно неприятно. Мне приятнее было бы, если бы мои вещи либо носили, либо просто сожгли. Вот странное такое желание. Но мне бы очень хотелось, чтобы было именно так. А если мои вещи будут где-то валяться, там, не знаю, напольные тряпки, в мусорке, мне будет очень обидно, так скажем. Лучше все мои вещи соберут вместе и сожгут. Однажды моя подруга, она рассталась с парнем. И она просто взяла, собрала все вещи, которые он подарил. Это в основном были мягкие игрушки, одежда и все дела. И она просто все это сожгла. И тогда я ее не понимала, а сейчас в какой-то степени понимаю. Странные разговоры, не правда ли, для молодой девушки. Ну, не знаю, мне пришло в голову. Я решила с вами поделиться. Почему-то эта мысль у меня все чаще и чаще приходит мне в голову. Не знаю, почему. Я хочу выбросить два крема от Faberlic, которые купила, наверное, где-то полгода назад. Даже, наверное, меньше. Мне абсолютно не понравились эти кремы. В общем, разочарование такое. Они немножко дают эффект пощипывания на лице. Мне это не нравится. Кстати, в ближайшее время обязательно пойду покупать себе нормальную уходовую косметику. Возможно, возьму вас с собой. Пишите, если вам интересно. А еще я собираюсь выбросить вот такие вот очочки. Хотя покупала их год назад или полтора из фокуса. И стоили они недешево, потому что это стекло. Причем хорошее стекло. Хотя даже жалко выбрасывать. Наверное, подарю кому-нибудь из деревни. В деревне у нас есть знакомые. Мама там дружит с одной девчонкой. Вот как раз ей и подарю. Просто мне эта форма уже не нравится. Я уже включила искусственное освещение. В общем, я в шоке. Я нашла у себя вот такие вот очочки. Я забыла, что они у меня вообще есть. Кстати, прошлые очки понравились маме. И мама сказала, куда кому-то отдавать? Я сама в них ходить буду. Я говорю, ну как хочешь. Я хотела ей купить новые. Но мама сказала, нет, мне нравятся эти. Я ей объясняла, что они молодежные. Мама говорит, я тоже молодежь. Я говорю, ну ладно. Раз хочешь, нет проблем. Так, второй ящик мы тоже разобрали, как вы видите. Парфюмы здесь у меня. Заколки. Я здесь закрыла крышечкой. Но вообще у этих органайзеров у всех есть крышки. Я просто их убрала, потому что здесь неудобно с крышками. Лучше, когда все открыто. Какая красота. Прям нарадоваться не могу. Это косметичка у меня на месяц. То есть средства, которыми я пользуюсь каждый день. Чтобы не бегать, не искать, когда быстро нужно сделать макияж. Здесь у меня лежит мыло, типсы. Давно уже не делала наращивание с типсами. Просто и выбросить жалко. Вроде бы новая упаковка. И девать некуда. Поэтому надо купить еще один большой такой этот органайзер. Или как правильно называется? Такой небольшой комод. Здесь у меня коробка от телефона. Понадобится. Вдруг захочу продать. И в общем-то все. Дальше у меня белье. Продолжение следует.